МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СБС, общественно-политическая передача Актуальность Симонии. Я и ведущий Санар Зая в гости сегодняшнего выпуска. В студии с нами будут депутаты парламента Азербайджана. Это Шаин Сейдзед. Шамям, здравствуйте! И Азар Аллах Виранов. Азар Малим, здравствуйте! Вечер добрый! Добрый вечер! Уважаемые гости, мы будем говорить с вами по нескольким направлениям традиционно и даже коснемся немного того, что происходило в начале недели, а именно выступление президента Азербайджана на первом заседании парламента 7-го созыва. Мы неоднократно уже на этой неделе говорили об этом. И этот парламент, и то, что все происходило, это историческое событие, потому что впервые после полного восстановления суверенитета над всей территорией Азербайджана это происходит. Но из последних новостей уже на гости появилось сообщение о том, что косвенно об этом было понятно, что американцы этого добиваются, но состоится встреча Энтони Блинкина с главой МИД Азербайджана и Армении. В принципе, информация уже получила подтверждение. Американцы пытаются то ли предоставить площадку, то ли быть посредниками. Это после того, как вы тем более слышали, будучи в парламенте, что нам посредники не нужны. Но я хотел бы обратить внимание на одну цитату господина президента, которую он сказал во время вот этого первого заседания. Он сказал, что после Второй мировой войны капитулирующее фашистское государство было наказано. А здесь капитулирующее фашистское государство не только не было наказано, им даже предоставляются все преференции. В данном случае мы понимаем, что речь идет о Армении. И вот дальше эта часть того, что говорил Уссен, она связывает нас с вот этой предстоящей встречей. Он говорит, что сейчас Америка выделяет им 250 миллионов долларов США, имеется в виду Армении, которые они будут использовать для своих внутренних целей. А на сэкономленные деньги приобретут оружие, чтобы нас убивать. Кто несет и будет нести ответственность за это? Те, кто дал им эти деньги. То есть получается так, что господин президент дает понять, что американцы, по сути, провоцируют и помогают Армении в гонке вооружений, чтобы те покупали оружие, куда уж яснее, чтобы убивали нас. Жаман, давайте начнем с вас. Вот эти высказания господина президента, и буквально завтра, ну это по американскому времени, вроде как эта встреча с Блинкиным, главой МИТ Азербайджана и Армении состоится. Там даже формулировку СМИ используют для того, чтобы подвижки достиг в заключительной фазе этого, что подразумевается непонятно. Но в какой роли выступают в данном случае Соединенные Штаты, которые вот так настойчиво хотят принять участие в этих встречах, но с другой стороны, куда уж яснее, из Баку говорят, что вы, по сути, помогаете им копить оружие, которым они будут убивать нас. Безусловно, надо понимать о том, что встречаться надо, и Азербайджан всегда должен демонстрировать готовность и открытость к любым форматам переговоров. У нас есть главная цель, это мирный договор, и все пути, средства хороши для достижения цели. С другой стороны, у Америки своя адженда и своя задача демонстрации, с одной стороны, той стороны, которая может выступать в качестве посредника, но также мы понимаем о том, что Соединенные Штаты Америки, в том числе как один из главных игроков Запада, заинтересованы в отдалении Армении от России и предоставлении соответственных преференций. Этим Армения пользуется, но, с другой стороны, есть определенные интересы Азербайджана. С одной стороны, мы должны говорить и отстаивать свою позицию, с другой стороны, мы должны демонстрировать, что мы готовы вести переговоры, и при этом самый главный тезис, который также был высказан господин президентом во время первой сессии Медлимедиса, что это национальные интересы. Поэтому встречаться нужно. Я уверен, что на этой встрече также будет доведена в очередной раз наша позиция. Я извиняюсь, вот это то, что вы сказали, это на самом деле мы периодически из Вашингтона слышим, они так кивали 30 лет, ну у нас же тут армянская, как будто это наша армянская диаспора, нам-то какое дело, их армянская диаспора пусть сами разбирается, их позиция, вот что нас интересует. Я просто, мы должны с пониманием отнестись, потому что то, что говорит господин президент, опять же, иногда бывает, люди высокого ранга, дипломат, они говорят так, что ты можешь интерпретировать это по-разному. То, что сказал господин президент, они дают им деньги, Армения экономит на этом и покупает на эти деньги уже своего бюджета оружие, чтобы убить нас. И здесь появляется Блинкин, он говорит, что, ну как бы, давайте я буду принимать, мы должны с пониманием отнестись к этому? Мы должны принять эту позицию и отстаивать свою позицию. Но здесь, с другой стороны, надо принимать, какие долгосрочные, краткосрочные интересы. Блинкин, Харрис сегодня делают определенную веранцию в сторону армянской диаспоры для того, чтобы набрать голоса. Это тоже очень важно учесть. И, вероятно, все этот шаг очередной раз пытается попытка получить эти голоса. С другой стороны, эта помощь еще показывает, насколько Армения зависит от таких сумм, и насколько долго будут предоставлять такие суммы. Сегодня другие региональные конфликты демонстрируют, что тогда, когда есть интерес, Запад будет предоставлять эти финансы. Когда нет интереса, они будут, используя свои другие рычаги, не предоставлять. Поэтому, с одной стороны, мы должны очень четко ставить позицию свою на стол переговоров и отставить эту позицию. Но, с другой стороны, при этом это есть дипломатия, показывает открытость и готовность к переговорам. Ясно. А за вами какого мнения придерживаются по этому поводу? Честно говоря, я, в принципе, согласен с этими шагами касательно того, что Азербайджан всегда высказывает свою точку зрения и использует для этого все возможные платформы и площадки. И мы в этом плане, конечно же, открыты к любым форматам переговоров, дабы желание у противоположной стороны было адекватным. А мы видим совсем иное. Что касается звонка, точнее, встречи Энтони Блинкина с министром иностранных дел двух стран. Дело в том, что, по-моему, Шамин коснулся Камалы Харрис по поводу... Ну, он говорил именно о влиянии армянских. Дело в том, что, будучи представителем вот этой демократической партии, очень интересно такая ситуация складывается касательно Энтони Блинкина. Дело в том, что не только в этом случае, и в других эпизодах тоже были моменты, когда Джеймс О'Брайан делал какие-то заявления, сенаторы делали какие-то заявления, послали какие-то там свои феррамбы, писали в отношении армянского премьера. А потом приезжается Блинкин, говорит, вы их не так понял. Мне не доложили. Да-да-да, вот я как раз об этом хочу сказать. Сразу же после этого последует звонок Энтони Блинкина касательно того, как бы немножко смягчить и как бы немножко повлиять на риторику Азербайджана касательно вот этих событий. И вот мне кажется, что вот эта нынешняя ситуация тоже, она из той плеяды, мне кажется. Хотя тут два министра встречаются при активном участии Энтони Блинкина, естественно. будут обговаривать все последующие шаги касательно того, что было до сегодняшнего момента достигнуто. А это в первую очередь касательно деятельности рабочей группы по делимитации и демаркации принципа, о чем Энтони Блинкин и по телефону говорил, и в известном письме об этом он писал. То есть, как бы Энтони Блинкин выступая с официальной точки зрения, высказывает позицию официального Вашингтона касательно того, что этот процесс поддерживается. Но то, что происходит за кадром, вот этого процесса, и 250 миллионов, финансовая помощь, потом все известные события связаны с представителем военного ведомства, в данном случае Пентагона, который работает сейчас в стенах Министерства обороны Армении. В то же время, те учения, которые там проводятся, это тоже из этой серии. Более того, мы увидим, что активное уже участие принимают и другие члены НАТО в работе, так называемой, гражданской эминистры, но не при пассивном участии США. Да, вы это очень хорошо перечислили. Такой очень ряд получился. Важный момент. Да, вот это посредище Блинкина, как это вяжется? Мы видим Соединенные Штаты в некотором смысле, опять же говоря, опосредованно помогающие гонки вооружения Армении. Ну, и вы сами сказали, да, человек из Пентагона сидит в Министерстве обороны Армении, там военные учения. Насколько искренняя американская сторона в качестве некого третьего посредника? Давайте так называем. Идет очень тонкая такая региональная игра. И об этом здесь, в этой студии было высказано мнение. И до меня тоже были мнения других наших коллег касательно того, что США всеми путями, законными, а иногда и незаконными путями пытаются выдавить Россию. Я думаю, что вот как раз-таки тонкая вот такая региональная игра в этом плане связана и с этим тоже. То есть, однозначно, что сегодня официальный Вашингтон, надавливая на Армению, по сути добивается своих результатов. То есть, вспомнить хотя бы Звардно, вспомнить хотя бы те уже военные структуры, которые работают на территории Армении. Это говорит о том, что в принципе США добивается своих целей, в этом плане. Но эти цели насколько противоречат интересам, скажем, национальным интересам Азербайджана, это уже другой вопрос. Мы об этом будем говорить. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки США как бы еще не отказался от тех принципов внешнеполитических, которые все время представляют в отношении той или иной страны. Я имею в виду пряник, кнута и так далее. Да, но получается Армения в роли некого каната, который перетягивает Соединенные Штаты и России. Но канат имеет по крайней мере, да. Иногда разорваться прямо в центре. Это один, а второй момент. Мы же как бы по большому счету страна масштаба своей. Мы не можем быть против национальных интересов или то, что американцы продвигают, да, и называют национальным интересом. Да, но не за наш счет. Вы сказали по поводу региона и здесь действительно произошло еще кое-что касающееся региона. Состоялась встреча в Нью-Йорке президента Татурца Реджепта Эрдогана и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Там есть фотографии, видеоматериал отдельный, если время позволит, еще поговорим об этом. Но я буквально несколько цитат хотел... Там очень мало информации сама по себе, да. Там, ну, они обсудили, разумеется, нормализацию отношений между Арменией и Турцией, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Анкара поддерживает установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией, заявил Реджептай Пердуган. Он также отмечил, что достигнут значительный прогресс в нормализации отношений между Турцией и Арменией. Тут, конечно, немножко вопросом задаешься, что такое значительный прогресс, да. Армянская сторона сообщает, что Пашинян проинформировал президента Турции о текущей ситуации в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Я все это почему-то так перечисляю, потому что армянская сторона так бодро настаивает на том, что диалог между Ереваном и Анкарой не касается, так сказать, нормализации Армении и Азербайджана. А тут, получается, и Пашинян проинформировал о том, как он ведет диалог с Азербайджаном, ну и президент Турции. Я, прежде чем задать вопрос, просто одну деталь отмечу до того, как эти встречи состоялись, я так воспринимаю, это подготовка той самой встречи, 13 сентября в Баку был специальный представитель президента Турции Сардар Клыч, который ведет именно вот с турецкой стороны эти переговоры с Арменией. Так вот он был в Баку, здесь на приеме у главы МИД. Поэтому, Шамин, опять же, начнем с вас. Как вы оцениваете сегодня, ну, с учетом всего это сказано, там очень многое осталось, так сказать, вне ока, скажем так, прессы, да? Степень, знаете, как синхронизации того, что мы называем армяно-турецкая нормализация, и вот этот переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, потому что, выступая непосредственно в ООН, Режеп Тай-Партуган, он даже такое, сказал, подвижки, наблюдаемые в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, положительно сказываются на процессе нормализации турецко-армянских отношений. Так вот, в каком состоянии эта синхронизация находится? Безусловно, вот эта та самая цитата еще раз подчеркивает, что данная синхронизация присутствует, и это было подчеркан господин Мердоганом. Также надо понимать о том, что у Турции с самого начала, еще во время оккупации Гарабарского региона, была очень четкая позиция, что пока конфликт не будет решен, не будет открыты никакие границы. Мы наблюдаем определенную тенденцию, что Турция очень дипломатично синхронизирует с Азербайджаном данную позицию, но при этом надо понимать о том, что параллельно, это естественно, параллельно ведет определенную переговору с Арменией, для того, чтобы понимать о том, какой тонус в дальнейших тех самых переговорах. переговоров. Очень интересный факт, который я во время встречи хотел бы отметить, господин Эрдоган подарил книгу премьер-министру Пашиняну, что «Более справедливый мир возможен». Очень интересное название книги, особенно на фоне выступления самого премьер-министра Пашиняна в рамках заседания ООН, когда главный тезис премьер-министра было «Будущее есть». Я думаю, что это главный ответ, на который пытался довести президент Турции, что «Более справедливый возможен», и это подсказка к тому, что премьер-министр представлял. Поэтому синхронизация точно есть. Азербайджан, дружба Азербайджана и Турции абсолютно необсуждаемая тема, и сегодня никакие экономические и другие интересы не могут стоять между этой дружбой. Но при этом надо двигать процесс, и если данные переговоры Турции и Армении также будут способствовать укреплению мильных отношений между Азербайджаном и Арменией, то почему нет? С другой стороны, надо понимать о том, что Армении очень выгодно дифференцировать свои отношения с соседями. Сегодня с одной стороны с востока Азербайджана, с запада Турции и Армении надо понимать будущее экономическое точно экономическое будущее Армении невозможно без конструктивных отношений с соседями. Да, раз уж вы коснулись книги, прежде чем перейдем и услышим ответ Азербайджаном, я все-таки хотел бы по поводу этой книги поговорить, но прежде я попросил бы режиссера, если есть такая возможность, на монитор там, где эту книгу непосредственно предоставляли, пример министру Армению представить, на фотографии, я скажу, что за долгое время я не видел вот смотрите Николу Ваваевичу таким счастливым, понимаете, он держит эту книгу таким образом, он ее уже никому не отдаст, я все-таки вы считаете, что в то, что вот эту книгу передали, вы все-таки месседж видите, да, я так понимаю, и в другой момент станет он ее читать, потому что, чтобы зритель знал, я очень знаю, зритель понимал, о чем эта книга, мог кто-то читал, кто-то не читал, но книга, скажем так, о видении турецкой стороны процесса будущего реформирования ООН, вклада в международные отношения, ну мы знаем, что турецкая страна считает, что состав Совета Безопасности ООН он несправедливый, мир больше чем 5, да, мир больше чем 5, да, от этой философии исходит, но все-таки мне хотелось понять, вот посмотрите, я опять же, я не преувеличиваю, человек счастлив с этой книгой, он так улыбается, прочитает он ее? Подействует как она? Я думаю, что есть люди, кто в Армении знает турецкий язык, она на английской версии, я специально для этого посмотрел, это книга на английском языке, она именно на английском языке, но я уверен, что есть люди, которые найдутся, которые почитают, но здесь другой очень важный фактор, первый важный фактор, то, что в протокол, в протокол на фотографию вошел, вошел кадр, когда, применение спешня, держит книгу, держит с очень позитивной мимикой, с другой стороны, здесь очень важно психологически, то есть, обычную книгу рекомендует кто? Учитель ученику, старшему, младшему, вы сейчас будоражите умы армянского граждан, поэтому вопрос заключается в том, что это не только политический месседж, это еще репутационный месседж, то есть, в целом, как бы, то, как он видит, пожалуйста, ты тоже прочитайте, ознакомьтесь, и, как бы, будьте в курсе, как видит этот ручок, будем надеяться, что прочитать, дело в том, что я почему говорить о будораже, встреча-то проходила в здании, которое называется, если не ошибаюсь, турецкий дом, в Нью-Йорке, в этой связи в Армении это обсуждать, почему он туда пошел, когда есть здание ООН, почему под турецкий флаг, и так далее, и тому подобное, да, но давайте, ознакомьтесь, мы знаем, и ваше мнение по поводу книги, все-таки есть в этом месседж или нет, прочитает, не прочитает, ну, и по поводу вот этого счастья, обладания этой книги. ну, фотография достаточно позитивная в этом плане, и то, что он счастлив, это тоже однозначно, то есть, там ничего такого необычного не происходит, дело в том, что, когда вы сказали, когда задавали вопрос по поводу того, что значительный прогресс, что это означает? это тоже интересно, кстати, как раз-таки значительный прогресс, отсутствие негатива, это и есть уже значительный прогресс в турецко-армянских отношениях, почему? Отсутствие результата, это тоже результат, это тоже результат, для кого? Это раз, да, дело в том, что после известной футбольной дипломации, помните, да, было определенное охлаждение во взаимоотношениях, вот новый трек, он начал формироваться как раз-таки после 44-дневной войны, и вот в этом плане как раз-таки значительный прогресс связан с тем, что вот эта динамика пока сохраняется, даже вот присутствие Николы Пашиняна в турецком доме и в то же время вот эта фотография, где он с книжкой счастливый стоит, это тоже показатель того, что значительный прогресс есть, чего невозможно было хотя бы представить лет 10 тому назад, например. Это раз. С другой стороны, сама книга, эта называется «Дага адель дуня мемчунды», то есть это говорит о том, что более справедливый мир возможен, это говорит о том, что нынешняя ситуация и нынешняя конфигурация в контексте системы международных отношений совсем не отвечает принципам справедливости. И вот как раз-таки это в унисон с теми заявлениями, которые делал президент Турции касательно и Совета Безопасности, состава Совета Безопасности и в целом всей функциональности самого ООН. То есть нужно новое форматирование, новые задачи должны ставиться и новый состав, безусловно, с новым Советом Безопасности. То есть вот это подтекст он идет и я очень, я не читал книгу, но я догадываюсь, что как раз-таки в этой книге обосновываются именно вот эти тезисы тоже в том числе. Ну и естественно все те региональные процессы, которые имеют место. Я, более того, я скажу, что вот в этом контексте, то, что в мире несправедливость и так далее, в принципе, выступая в парламенте, господин президент, говоря о том, что вот международное право, оно, так сказать, которое сформировалось или, ну, как бы существовало после Второго мира, его-то нету. Это, в принципе, это, ну, как говорится, та забота, та проблематика, которая глобально на существует. И лидеры стран, ну, скажем, с позицией, они ее озвучивают в этом смысле. Я буквально, чтобы, прежде чем перейти к другому вопросу, я хотел бы, Азамин, очень коротко получить ваше мнение по поводу степени синхронизации вот этих двух процессов, потому что, ну, не, дело в том, что... Человек, скажем, который на мониторе улыбается с этой книгой, он-то хочет рассинхронизации. Не, дело в том, что вот турецко-армянские отношения, они развиваются на фоне армяно-азербайджанских отношений. Вот всего вот этого переговорного процесса, в котором мы имеем место, ни в коем случае турецко-армянские отношения, они не зашкаливают за пределы или так называют, ну, так, условные границы армяно-азербайджанских отношений. Все под контролем, Да, да, да. То есть, это очень важно. Вот как синхронизация как раз-таки вот в этом проявляется. Вы обратите внимание, турецко-армянские взаимоотношения где-то всегда на один шаг позади армяно-азербайджанских. Те заявления, которые делаются, они тоже как раз-таки вот в этом контексте. И ни в коем случае официальные лица значит, Турции никогда не переступают за вот эту черту, ну, так, условную черту синхронизации вот этих двух взаимоотношений. В продолжении этой темы дело в том, что очевидно для армянской стороны, что для нее отношение с Турцией. Это открытие границ, чтобы они там, ну, они там рассказывают, говорят, чтобы они получили выход, соответственно, транспортных путей на Средиземное море, на Черное море. Их, в первую очередь, это беспокоит. И тут надо сказать, Там есть еще другой фактор. НАТО. Турция же член НАТО. Об этом тоже не заводим. Ну, как бы, в первый порядок, о НАТО, будучи членом ОДКБ, наверное, громко говорить не получается, но вот в правильном... Это открытие коммуникации. Да, да, да. Вектор такой взят. Почему я это говорю? Он буквально недавно выступал, он говорил с армянами из диаспоры, вот Никол Пашлян, он сказал, что мы должны установить дипломатические отношения с Турцией и открыть сухопутные границы. На этом фоне вот в сентябре группа послов европейского, стран Европейского союза в Армении, они отправились к КПП Маргара. КПП Маргара, это вот точка входа из Армении в Турцию. И Армении отремонтировали, там асфальт положили, покрасили. Там мины были заложены, они были очищены. При том, что она закрыта многие годы, именно об открытии этого КПП идет речь. Поэтому, уважаемый гость, Шаймар, опять же начнем с вас. Насколько верно в Ереване в этом смысле понимают, знаете, как некий правильный алгоритм всего, как должно происходить. Потому что, опять же, это очень странная картина. Послы Европейского союза пошли смотреть границу, которая 30 лет закрыта, но ее при этом покрасили, положили асфальт, там будки какие-то стоят и так далее. То есть, они вот как бы с часу на час они считают, что можно открыть. При том, что сам примерный стур, ну, на этой фотографии сейчас здесь нет, но он попытался, ну, как же, помягче сказать, да, он попытался передать турецкой стороне во время этой же встречи так называемую карту перекресток мира, о которой они везде ходят и говорят, и так далее. То есть, они видение немножко другое. Но, опять же, послы Европейского союза, которые собрались и пошли к закрытой границе, это очень странная вещь. Но, насколько верно Ереван понимает вот алгоритм того, что и что хочет сказать Европейский союз? Ну, давайте тогда разделим этот вопрос на две части, да, 7-минутные краткосрочные цели премьер-министра и долгосрочные. Начнем с концов, что за последние 3 года мы точно не услышали никаких долгосрочных целей и адженду государства Армении с точки зрения отношений с соседями. Поэтому здесь, наверное, будет правильно понимать о краткосрочных дивидендах. И здесь очень главный вопрос. Любые подобные действия рано или поздно приводят к тому, что дайте нам деньги, чтобы мы это отремонтировали, дайте нам деньги, что мы... А ведь дают? Ну, пока им деньги нужны, и они в очередной раз, в некоторое время они зависели от одного государства, сейчас будет зависеть от других государств. То есть, вопрос заключает то, что когда-нибудь достаточно самодостаточной, независимой, суверенной. И здесь вот это все демонстрация, она же носит временный характер. Был этап, когда они демонстрировали определенное празднество в Шуше. Результат налицо. Поэтому все, что имеет краткосрочные дивиденды, еще неизвестно, как будет работать на долгосрочные цели. Поэтому здесь главный вопрос, что все-таки это зависит сегодня от Турции. Армения очень хочет, Армения все везде, в каждом этапе демонстрировали, что она готова. Но вопрос заключается, Турция говорит, что ты оборачивайся не только на запад, к западному союзу, также оборачивайся на восток, к своему восточному соседу. Поэтому Армении приходится всегда оборачиваться, быть внимательным, потому что они пытаются перейти дорогу в двухстороннее движение. И здесь это не так, что легко. С другой стороны, надо понимать о том, что эти все действия Армении еще хотят цель подчеркнуть, дать месседж России, что мы сотрудничаем с Европейским, с Институтом Европейского Союза, мы сотрудничаем с Америкой. Вот видите, а вот американцы нам 250 миллионов дают, а вы нам не даете. Вот видите, Европейский фонд мира нам выделяет определенные финансовые ресурсы, а вот вы не выделяете. То есть вопрос заключает и тот самый баланс, который пытается. Но рано или поздно все станет на стороне места, и Армении некуда деться. То есть Армения находится в некой патровой ситуации, получив определенный краткосрочный дивиденд, они понимают о том, что не дружить и не вести конструктивный диалог с соседями не получится. Поэтому надо дождаться, нам, Азербайджан, нужно продвигать свою позицию, чего делает господин президент, чего делает наша дипломатия, поэтому и отставить свои интересы. У Турции интересы тоже свои, но при этом они очень четко синхронизированы с Азербайджаном. За вами ваше мнение по поводу, опять же, не знаю, картины, как-то целая группа послов Европейского Союза стоят в этом закрытой границе, так, знаете, тоскливо смотрят в сторону Турции. Он, который пытается там показать президенту Турцию какую-то карту со стрелками и так далее. Дело в том, что они тоскливо смотрят в сторону Турции как раз-таки той страны, которую Европейский Союз не принимает. Это вообще страна? Да, да, то есть, это как бы... Вы вообще понимаете, что вы делаете? Это не риторика, да, то есть, всего происходящее. Что касается, вообще-то, я скажу, что вот Шамям сказал, патовой ситуации, да, наверное, если уже заговорить с шахматным языком, я думаю, что все-таки тут Цунцунцкванг ситуация, когда Армения, любой шаг Армении, это ведет к ее поражению. дело в том, что сейчас Армения пытается сделать такой шаг или выбрать как бы из двух зол меньше для самой Армении. И в этом плане Армения пытается как минимум показать всему мировому сообществу, что с Турцией, именно вот как на этой фотографии, у нее нет никаких проблем. Даже вот вымышленные там геноциды армян и все остальное и так далее, это как бы отходит на второй план. Еще если вспомнить хотя бы высказывание Никола Пашиняна во время вот этого ереванского диалога, когда он сказал, что давайте заводим про историческую Армению, нам нужно думать о реальной Армении. То есть есть конкретные месседжи по поводу этого. Я думаю, что для мирового сообщества сейчас Армения выступает в качестве, точнее, представляет себя в качестве вот такого миролюбивой страны, которая, несмотря на все невзходы с Турцией, тем не менее, идет на границу, очищает границу отмен, строит какие-то будки и так далее, приглашает туда миссию европейского союза, или мониторим какую-то группу европейского союза и так далее. Вот видите, у нас отношение с Турцией как раз таки на самом таком высоком уровне есть значительный прогресс. Именно вот в контексте вот этого. А с Арменией, с Азербайджаном мы ведем переговоры, это совсем другое, как известное выражение из известного такого классического фильма, наверное, помните, да, Сазан отдельно, Фазан отдельно и все остальное. Они вот так думают, но я еще не забыл скажу очень важное мнение, что мы пытаемся иногда логически высказывать какое-то мнение касательно Армении, но там умом Армению понять очень трудно бывает, потому что говорят одно, делают другое и там каждый по-разному. Армения не одинока в том, что вот со странностями дело в том, что есть такая страна, ну как бы не заметьте ее невозможно, называется Канада. На протяжении десятилетий Канада не то, что не интересовалась тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном, там особо-то и не интересовалась, где там этот Южный Кавказ находится. Да и сейчас не знают. Да, но, но министр национальных дел Канады проявляет нездоровый интерес к нашему региону, к тому, что происходит с Азербайджаном, в Азербайджане, Азербайджано-армянских отношениях, ну скажем так, с 2020 года. Вдруг они вспомнили на карте, как раз есть Южный Кавказ, сейчас есть конфликт и так далее. Дело в том, что наш МИД отреагировал на ряд достаточно провокационных заявлений главы МИД Франции. Там говорится, что мы решительно осуждаем и полностью отвергаем заявление сделан министр национальных дел Канады Мелани Жули 22 сентября. Но я так понимаю, здесь никакого секрета нет. Мелани Жули, тут не надо объяснять особо зрителю, что это представитель, скажем, франкоговорящей Канады и может быть... Она была министром Франкофонии в своем деле. Да, видимо, корни все-таки оттуда, да, в этой проблематике. Было отмечено, что вместо того, чтобы ознакомиться с реальной нашего региона, где 4 года назад завершен конфликт между Арменией и Азербайджаном, на основе нормы и принципа международного права министр иностранных дел Канады в очередной раз занимает манипуляцией и искажением фактов. Ей также неизвестен тот факт, что суверенитет Азербайджана над Карабахским регионом был полностью восстановлен в сентябре 2023 года, когда был положен конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении сепаратистского режима, который она поддерживала на нашей территории. Претензии министра иностранных дел Канады в связи с Карабахским регионом нацелены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и поддерживающих сепаратин. Демонстрирует насколько гениальна в кавычках и дальновидна канадская внешняя политика. Ну, не часто приходится сталкиваться вот с такой последним предложением, обращая внимание, такой иронии, попытка, ну, не знаю, потроллить главу МИД Канады, но все же, Жамям, страна далекая, может быть, мало нам известная, но вот, ну, никак, да, сами суются в наш регион. В чем проблема? В чем сложность? Что происходит с Канадой? Вы, Мелани, Жули, или проблема? С Канадой или проблема? Что случилось, что десятилетиями люди вообще не знали, где мы находимся, а сейчас вот им есть дело до всего? Ну, надо понимать о том, что в самой Армении есть силы, которые заинтересованы держать данный вопрос в повестке дня на международном уровне, и мы очень хорошо знаем, что произошло 19 сентября, в 2024 года, буквально за день до празднования суверенитета Азербайджанской республики, в самой Армении, где главный, один из главных целей было сохранять данную аженду, и, естественно, это будет происходить, в том числе, за счет армянской диаспоры и всех тех стран и сил, которые сегодня, так называемые, поддерживают Армению. Но, с другой стороны, надо понимать о том, что, будь во время 44 дней, будь, будь, так же после, ни одна страна не смогла и даже не позволила себе данный вопрос поднимать в стенах ООН, где есть очень четко четыре резолюции, ни одна из стран не поднимала этот вопрос во время Второй Горобарской войны, то есть, были попытки на какие-то национально-локальных уровнях все это делать. В принципе, очень все понятно, франкоязычная страна, сегодня... Ну, не вся страна, чуть-чуть там, по масштабу, КВБ. Да, в том числе, да, также здесь присутствует влияние также Франции, то есть, сегодня некоторая ось наблюдается, и все эти реверансы связаны с тем, что это все до сих пор актуально для самой Армении. То есть, сама Армения говорит одно, пишет другое, делает третье. Но, главное здесь стоит, что пока они мира не хотят. Если они хотели бы, они четко сами для всех других стран послали бы месседж, что для нас актуальны конструктивные, дружественные отношения с Азербайджаном. Мы, наш МИД отреагировал адекватно, с элементами иронии, почему бы и нет, и здесь надо понимать о том, что, возможно, Канада через месяц об этом заботится, у них будет своя какая-то адженда. Поэтому мы должны реагировать на все такие тезисы, различные такие инициативы, как разных стран, так и международных организаций, потому что правда на нашей стране, и здесь мы очень четко все доказали, и национальные интересы здесь превыше всего. Поэтому главная линия, которая, это главный тезис, который был высказан также господином президентом в парламенте, что везде у нас главный принцип, это принцип национальных интересов. Какого мнения вы придержите, как вы видите эту ситуацию, и вообще может ли быть Канада в этом смысле каким-то ментором, эталоном, чтобы нам что-то говорить, потому что в СМИ мы тоже наверное сталкиваемся, что прежде чем Канада появилась, там были вообще-то люди жили, а вот появилась Канада, этих людей не стало. Сейчас я просто не хочу ударяться в историю непосредственно, что они там делали, и это делали не только там, и в других частях света это было, мы понимаем это дело, но вот сейчас Канада есть тело до всего, что происходит между Арменией и Азербайджаном, в чем проблема? Действительно, Канада до 44-дневной войны так не вырисовывалась на политической аванс-сцене. Я искал заявление, не было никаких. Да, не было, не было, но в связи с событиями 2020 года во время Отечественной войны как раз таки канадские фирмы начали отказываться выдавать известные вот эти общийские приборы для барьактаров, для турецких дронов, и вот как раз таки на этой волне все пошло и поехало. Естественно, это затронуло интерес определенных представителей из круга военно-промышленного комплекса Канады, на что Турция отреагировала тем, что сама начала производить эти же общийские представители, естественно, это ударило по, как говорится, достаточно сильно по кошельку, канадских промышленников, и вот на этой волне армянская диаспора, которая там начисляется порядком более 100 тысяч армян, проживает в Квебеке и так далее, достаточно активная часть населения считается, она смогла все-таки через франкофонию надавить и на Мелоне Жоли, которая еще до 2021 года была как раз таким министром вот этой части, значит, вот этой госструктуры, которая непосредственно занималась в том числе и вопросами стран франкофонии тоже. И вот на этой волне естественно Мелоне Жоли, точнее, вот так скажем, вспомнила как раз таки, что сейчас уже в преддверии тех событий, которые должны происходить в США в ноябре месте, как бы вот на этой волне известный такой про-армянской можно прокатить и заработать определенные дивиденды. Что касается того, что Канада вообще знает ли, где Южный Кавказ, не говоря про о том, что эти заработки... Я не осуждаю, понимаете, как, нигде не написано, что она не должна знать. Да, есть, что далее, вот она и подписала вот этот документ, вот это известное такое послание, поздравление и так далее. Естественно, это вразрез всем тем, что имеет место в контексте международного права. Вот, кстати, когда в самом начале передачи сказали про международное право, все-таки международное право, оно не то, что существует, и вот то, что происходило в течение 44-дневной войны и в том числе и во время 23-часовой такой антилокальной, антитеррористических мероприятий на территории Карабахской экономической как раз-таки мы это делаем в соответствии с международным правом. И обратите внимание, ни одно государство не смогло возразить тому, что сделал Азербайджан. Именно Азербайджан восстанавливал свой суверенитет. А что касается того, что... Попытки были? Да, даже в том числе и со стороны Канады тоже были попытки. А что касается того, может ли быть Канада ментором, я думаю, что эта страна не имеет морального права быть ментором именно в подобных ситуациях. Тоже в том числе. Тем более, что Канада, она не та страна, которая играет активную роль в системе международного отношения именно в контексте регионального игрока. То есть для нас Канада это прежде всего это НХЛ, это спорт и все остальное и так далее. Но ни в коем случае не политика, тем более, что большого масштаба. Понятное дело, там подписываются под всем тем, что делают американцы в Соединенные Штаты. У них экономика завязана. В унисон, в унисон, а иногда и под их колпаком и так далее. Да, тут вообще обсуждать что-то на полном серьезе нельзя, но раз уж мы поговорили о Северной Америке, вначале вот мы этого немного коснулись, я хочу, чтобы мы вернулись к этому. В армянских СМИ это особо продвигалась эта мысль, кандидат президента США, ну там уже очень мало остается до самых, скажем так, неоднозначного электорального цикла в истории современной Америки. Кемала Харрис, она написала письмо армянской общине. Странным образом она поздравляет армянскую общину с Днем Независимости Армении. Видимо, им просто тупо нужен был, я понимаю, что это не совсем эфирное выражение, но нужен был повод, я не говорю, ну День Независимости Армении, давайте граждан Соединенного Штата, армянам по происхождению, поздравим с этим праздником. Но что нас интересует? Два момента. Она говорит, что она подчеркивает важность возвращения армян в Карабах. Она говорит, что это важный условие восстановления стабильности в регионе. И второй момент, она говорит, что я остаюсь приверженцем прочного мира между Арменией и ее соседями, мира, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность. Конечно, прогнозировать исход электорального цикла в Америке мы сейчас не будем, но в случае ее избрания, как вы считаете, вот такого рода высказание, это все-таки предвестник тех самых сложных сложностей, которые могут иметь место между Паку и Вашингтоном в случае того, что она будет избрана. Или же, как говорится, это, в данном случае, риторика, потому что, но я не скажу, что этого много было, но в армянских СМИ были высказания, что вот пусть она скажет, что она сделалась в сентябре 2023 года, она палец о палец не ударила, а сейчас, видите ли, она говорит. Вот такой упрек от определенных организаций, армянских организаций Америки были, но я не скажу, что это было много. Но все-таки Вашим. Шаймам, сначала Вы, да, Али Азинамович? Я думаю, что здесь надо очень четко понимать о том, что это больше предвыборные реверансы, и здесь нужны голоса. Очень четко понимаем о том, что эти голоса армянской диаспоры очень важны для Камал-Харрис. С другой стороны, надо понимать о том, что содержание данного поздравления, пусть армяне возвращаются на Гоуна-Гарабах. Очень хорошим. Государство Азербайджан никогда этого не возражало, и мы никого никогда оттуда не выгоняли. Армяне сами ушли. С другой стороны, мы тоже согласны, с учетом того, что азербайджанцы, которые были вынуждены перестали на самой Армении, тоже обратно вернутся в Армению. Пусть все вернутся. То есть, если это поздравление работает на армянскую диаспору, уж точно это является той самой адженой, которую мы тоже готовы продвигать. И вопрос заключается в том, что, да, если было бы отметить, что Нагона-Гарабах является исконной армянской землей, и так далее, это было бы, конечно, более опасным политическим местом. Но здесь то всегда, и если кто-то будет поднимать этот вопрос, я думаю, что ответ на этот вопрос в Азербайджанах государстве есть. С другой стороны, вы это тоже подчеркнули, поздравлять с Днём Независимой Армении не граждан Армении. Ей нужен был повод, повод страны. Она этим поводом воспользовалась, я думаю, что, вы знаете, как в апреле, в канун так называемого армянского геноцида, всегда все такие реверансы устраивает армянская диаспора, пытаются, чтобы президенты Соединённых Штатов Америки вслух называли каким-то образом данное понятие. Это тот самый баланс, который всегда держит руководство Соединённых Штатов Америки, чтобы в руках держать данные к избирателям. Здесь, в принципе, я думаю, что после выборов эта адженда не будет актуальна, но все обрадовались, очень хорошо армянская диаспора рада, что получила такой месик, но с другой стороны будет следующий вопрос, наверное, у Армении самой, а что она дальше будет делать? Вот если она больше ничего не будет делать, тогда вопрос это был формат, если она будет действительно продвигать данную позицию, то есть этот вопрос заключается. Азербайджан является очень надёжным энергетическим партнём Соединённых Штатов Америки, и здесь их интересы экономические никогда не жертвы своими экономическими интересами. Поэтому здесь есть разные пласты сотрудничества, с другой стороны, они должны держать этот тот самый баланс, и на данный момент это естественно, но в долгосрочной перспективе естественно это будет достаточно опасно. Вот Шаймин сказал, они долго добивались, чтобы в апреле там каждый год президент США это слово сказал. Ну сказал бы, что поменялось вообще? Я вообще не понимаю, я бы на их месте сильно разочарован был бы. Ну хорошо, мы добивались годами этого. Ну сказал, и что? Волшебство есть? Что-то произошло? Две минуты у нас буквально. Да, две минуты я попытаюсь в две минуты уложиться. Во-первых, я где-то, может быть, даже не соглашусь с теми мнением по поводу того, что вот это заявление Камала Харис, точнее ее поздравление как-то сыграло ей на руку. Мне кажется, что все-таки наоборот. Но она надеется, скажем так. Она надеется. Почему я сейчас скажу? Дело в том, что Шаймин заметил очень тонко, что в принципе ожидания армянской диаспоры они были совсем другие. То есть они ожидали, что в этом заявлении будет и вопрос так называемых этнических чиз, там вопрос торжества справедливости и так далее. То есть что-то более такое концептуально. Камала Харис это немножко затронуло, но опять-таки вскользь затронуло. Не настолько вскользь, что естественно вот то, что сейчас все это как большое достижение преподносится в армянской системе массовой информации естественно не соответствует всей действительности. А то, что она сыграла где-то на руку вот той диаспоры, которая может, конечно, ей дать, предоставить какие-то преференции на выборах, где-то частично тоже с этим я смогу согласиться. А что касается того, что как произойдут выборы и в результате кто придет во власть, если это та же самая Камала Харис, я скажу, что ничего не изменится. Дело в том, что внешнеполитический курс США однозначно именно в контексте, строится в контексте с тем надежным партнером, каковым является Азербайджан. Дело в том, что Азербайджан в отличие от других стран, с которыми сейчас США имеет на вот этом евразийском континенте тесные взаимоотношения, Азербайджан в отличие от этих стран действительно открыто и в этом плане прозрачно свой внешнеполитический курс строит, в том числе и США тоже. Ну, опять же, вы сказали... И потому Энтони Блинки постоянно пытается смягчить ситуацию. Да, с Энтони Блинком сейчас просто времени нет, я бы продолжил эту мысль, но в любом случае, что произойдет в Америке, мы узнаем в ноябре и наверняка будем об этом говорить. Сейчас у нас, к сожалению, эфирное время подошло к концу и напоминаю нашим зрителям все это время в нашей студии на вопросы отвечали депутаты парламента Азербайджана. Это был Шэйн Сейдзадэ, Шэймэм большое спасибо и Азербайджана. Азербайджан тоже большое спасибо. И вам спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала Сибиси была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий Санан Азайев. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин